Мы выпьем за мою тридцатую сделку. Это мой дом был. Это был твой дом. Всем привет от Лены и Оксаны из Албамы. Итак, друзья, сегодня мы покажем вам дом, который продала Лена. Леночка-звезда канала. В сериале у нас 27 роликов с тобой за 4 года. Так что ты звезда, тебя знаю, тебе передавали все приветы. И сегодня мы с Леной вас возьмем на речной круиз. У нас будет 2 видео и мы расскажем вам, как мы продавали ее дом, что мы здесь оставили, какие были нюансы. И Лена ответит на ваши вопросы, на наши вопросы о своей новой работе. Есть вопросы? Отвечу. Конечно. Итак, вперед. Да, и вот гостиная. Лена оставляет вот эти 2 дивана. Диван и кресло. И телевизор. То есть это уже за кадром у нас уже все. Да, я оставляю, потому что, честно, я не хотела с собой брать. Телевизор старый. Я хочу покупать новый, побольше. Не хотела возиться с тем, чтобы не снимать со стены и так далее. Я решила просто оставить дома. Диван тоже и кресло старый-старый. Я хотела их вытащить на улицу, чтобы забрали. И мы так договорились с покупателем, что я просто оставлю здесь. Они потом сами решат либо выкидывать, либо оставлять. Кстати, именно этот дом, Леня, находится в городе. Тут вывоз мусора бесплатный. То есть каждые 2 недели люди могут поставить свои диваны, ветки. Огромный, да, огромный. Огромный мусор. Каждые 2 недели бесплатно вывезут. Поэтому, если им не понравится это, они передумают оставлять, они выставят и все. Ну да, мне легче тоже. То есть. Итак, кадры. Это мебель. Да, покупателям очень понравилась мебель. Я не хотела ее купить. Я должна после продажи дома была оставаться в этом доме жить еще, ну, почти 2 недели, да, правильно? Ну, примерно. Потому что я до сих пор работаю. Мне последний день на работе здесь в Алабаме в пятницу. Поэтому мы так договорились, что я буду платить на 30 долларов в месяц. В день, в смысле, sorry. Ну, им так понравилась моя мебель, что я им просто говорю, окей, давайте я вам ничего не буду платить. Просто оставлю, ну, как бы я вам оставлю, как он по-русски называется этот. Ну, мебель, это как, что, дрессер, да? Дрессер. Дрессер по-английски, да, или комод, да? Комод и две тумочки. Две тумочки. А эти... А деньги ты тоже им оставила, или ты вытрекала сумки? Нет, 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 это японские монеты. А ты когда-то была бы я в Японии ездила? Да, это японские монеты. Видишь, есть бронзовое, есть серебряное. Ну, давай. Я тебе дам, это больше, выше, по-разначению, тебе на части. Все, заряжаем всех тоже на части. Да. А сейчас мы с Леной будем ехать, и она, я буду, вы будете смотреть ее дом до того, как пришли грузчики. И она ответит на ваши вопросы, то есть голос, который она записывать будет в машине, я туда воткну, в просмотр ее дома, для тех, кто не видел. Ну, я была очень удивлена, когда Оксана мне сказала, что некоторые из вас узнали мой дом, потому что этот ролик когда вышел? Я еще... Четыре года назад. Четыре года назад только переехала, дом был полупустой полностью, то есть я даже не знаю. Как некоторые заполнили. Заполнили. Слушай, а сколько ты грузчикам заплатила? Ничего не платила, это они приходят из... Они работают на военных. Грузчик, который приехал... Как? Приходят две разные команды. Первая приходит, все упаковывает. То есть, когда ты идешь за ними, показываешь им, что упаковывает, что нет, у них есть определенные там условия, там, допустим, лекарства. И пули они не пакуют, батарейки они не пакуют, вот такое, знаешь. Вот, то есть они это все пакуют, потом они уходят, через примерно час приезжают именно грузчики, грузчики, которые просто это все загружают. И тот грузчик, который приехал со своими помощниками, он будет, это будет тот же самый человек, который в Южной Каролине будет разгружать мой дом обратно. И, то есть, как это получается, они приходят, они пакуют, они это все увозят. Потом, когда ты переезжаешь в другое место, по службе, они приходят обратно, это все завозят и все обратно раскладывают по полочкам и так далее. Да, ну, надо же. Это все бесплатно. То есть, как бы, нет такого, что они приходят, а строят тебе эти коробки, они это все распаковывают тоже. Уже я первый раз такое услышу. Единственное, что я сделала, я в холодильник положила дофига там воды, знаешь, ну, так далее, для них. И дала там, их было трое грузчиков, дала каждому по 10 баксов активы, поблагодарила. Ну, вот и все. По какой цене ты купила дом? Это было 4 года назад, так? Да, в 18 году я купила его за 130 тысяч, продала его за 215. Вот. Все будут спрашивать, какие риэлторские комиссионные думать или... То есть, если я не скажу, они спросят, я знаю. 4 процента. В основном берут 6, 5, 6, в общем, с Леной 4. 2 процента я дала риэлтору-покупателю. Вот. И Лена молодец, она сделала все, что я ей сказала. Ей папа приезжал из Панава-Сити, да, ремонт сделал капитальный. И они там и кустики подстригли, сделали, в общем, абсолютно все, что я им посоветовала. И дом ушел за один день, за 20. Меньше, меньше. То есть, мы получили оффер в тот же день и, то есть... Да, там прошло буквально, может, часов 16, максимум. Да, сразу, как только он появился в системе, а когда я в свою систему вставляю, он идет везде. На Зилу, на риэлтор.ком, везде-везде. И сразу многие риэлторы приходили показывать, ты помнишь, да? Да, 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 да. У меня камера моя на входную дверь. Я думала, она из батарейки как бы умрут, потому что постоянно... Я еще... Я уехала, я была в Северной Каролине у подруги. И каждые буквально, я не знаю, две минуты, как минимум, моя камера постоянно мне показывала, кто-то пришел, кто-то пришел. Ну, постоянно, знаешь, движение, движение, я думаю. Я про себя немножко, честно говоря, офигела и не ждала такого темпа. Вот. И потом мне Оксана позвонила, говорит, у нас есть, типа, оффер, предложение. И вот так вот. Предложили сначала 225, то есть 10 тысяч больше, чем я просила. Но после инспекции дома я знала, что у меня крыша не была прекрасна. Она не была старая совсем, то есть она не текла, ничего такого. Но ее через пару лет пришлось бы менять, то есть они за это зацепились. И я просто вместо того, чтобы ее менять саму, самой, я сказала, окей, давайте мне 215, сами меняйте. То есть я получила то, что я просила вначально, и мне не пришлось делать огромных капитальных ремонтов. То есть я вышла в этом смысле как... На вороном коне. На вороном коне, да. То есть... Сейчас люди будут спрашивать, куда ты делала деньги? Ты вложила в акции или купила дом? Я купила дом, я покупаю дом в Панаме-Сити, где мой папа находится. Это как инвестиция для меня на будущее. Там через 10 лет я вернулась обратно. Я всегда хотела вернуться обратно во Флориду. То есть как бы мой... Я это называю мой дом для пенсии, да, retirement home. Вот. Потому что на военную пенсию ты уходишь после 20 лет. То есть мне будет 45, я буду считаться на пенсии, да, на военной. Вот. Поэтому папа там будет жить, платить ипотеку. И просто этот дом будет в нашей семье. То есть как бы... Я выплатила свой трак. Ага, продав дом... А сколько тебе этот трак стоил? 45 тысяч где-то, да? Ну да, примерно, да. И у меня оставалось 1017 за него. То есть я только 3 года назад его взяла себе. И я выплатила полностью его. То есть теперь он мой полностью. Оставила деньги, конечно, на обстановку нового дома и так далее. Да? Нужно же мебель покупать и все. Ну, все такое. То есть как бы я не обогатилась на этом доме, но я... У меня появились деньги, чтобы начать что-то другое в другом месте. Как бы это... Я оставила деньги тоже на то, чтобы снимать квартиру в Чарльстоне. Ну, куда я пойду служить, потому что... Когда я покупала дом в мобиле, я смогла себе спокойно купить дом за военную ипотеку. Потому что у меня был приказ служить в мобиле. И я могла доказать. То есть я квалифицирована была на военную ипотеку. То есть мне не пришлось ничего вкладывать. Как 20%, как обычно вкладывается, за покупку дома. Вот. У тебя устаревшая информация, дорогая. Сейчас есть ипотеки, где можно вообще ничего не вкладывать. Лишь бы была стабильная кредитная история и мало долгов. Ну, да. Да. То есть у меня уже люди некоторые купили дома, они пришли там 500 долларов, принесли на закрытые сделки и все. Ну, понятно. То есть это кто не знает, просто должны мне написать и узнать, есть и критики. Окей. Ну, как бы я решила промысить дорогой город, вот. И я решила 15% положить как задатком, правильно? Чтобы ипотека была меньше. Ну, для папы легче ее платить, понимаешь? Угу. Угу. И у меня уже пошло аквари на этот дом, правильно? Поэтому я не могла делать военную ипотеку, потому что я буду 8 часов, далеке 8 часов, правильно, от Панама-сити. То есть я не могла доказать, что я буду там жить постоянно. Угу. Понятно. То есть ведь понятно, во всем есть свои правила. Ну, конечно. Конечно. Ну, хорошо. Я уезжаю. Всем спасибо огромное за комментарии, за поддержку, за критики. Тоже спасибо. Это все мне помогало. Пока. Итак, Леночка. Да. Я хочу тебе сделать подарок. Спасибо. Я тебе дарю винтажную вазочку. На ней корабль нарисован. В эту винтажную вазочку ты дома поставишь эти цветочки. Твой любимый цвет фиолетовый. Только здесь видишь длинные стебли. Ты отрежешь, чтобы они подошли. А так бы она это. Спасибо. Это тебе... Доставай. Ну, как ты думаешь, что это может быть? Какой-то гипсотопикат. А-а-а. Массаж. Массаж. Массаж к Сашеньке, да. Отлично. Спасибо. Она уже в курсе, так что ты ей звони и записывайся. Позвоню. Я же еще две недели здесь буду. Да. Вино. Ну, смотри. Знаешь, я выбирала, я выбирала по картинке. Я все хотела или с кораблем, или с русалкой. Здесь женщина, которая плавать собирается. Морячка, русалка. Вот. В общем, такие подарочки. Она ныряет. Спасибо большое. Пожалуйста, большое. А теперь, пока не пришли покупатели твоего дома, я тебе покажу, что я им тоже решила подарить. Обычно я этого не делаю, но я просто, я так рада за них. Они из другого штата. Получили здесь работу. Да. Вот, посмотри, что они тоже получат. Она учительница тоже. Да. Она учительница. Да, доставай аккуратненько. Тоже, тоже. Вино. Но какое вино? Давай покажем подписчикам. О-о-о. Черничное. Черничное. Блубери. Нет, блубери это ежевика. Ежевичное. Вино в нас растет ежевика и оно сделано в Алабаме. Угу, Алабама. Покажем людям. Полусладкое написано. Угу. Потому что они же раз приехали, добро пожаловать в Алабаму. Ну да, да, да. Так, смотрим. Чуть лучше. Ну, доставай, доставай. Фаркстен лучше? Да. Ну, классно. Как он называется? Это, как это по-русски? А, господи. Беспонятие. Короче, когда пожар начинается. Когда пожар начинается? Слушай, мы его нашли в одном из юнитов, который Сергей выиграл. Ага. Так что я за это деньги не платила, он совершенно новый, и я так посмотрела, думаю, пусть в подарок пойдет кому-нибудь. А если она так готовит, что пожар начинает? Ну, короче, и вот, как говорится, он как детский, вот. И вот, смотри, что как тут еще. Ух ты. Да. Это цена Алабамы. Прихватка, да. Прихватка, классно. Что, не знаю, мне никто не дарил, когда я покупала дом. Да? Ничего не дарили. Деньги взяли, и все. Ну, нет, мне кажется, надо о себе какую-то память сделать. Ну, да. Ну, это хорошо, это хорошая отписка. И приятно, мелочь. Ну, конечно. Тем более, мне интересно было, как бы, с ними это. Я даже не знала, что я их увижу. Обычно это, как бы, не так делается, да? Да. Обычно. Субтитры сделал DimaTorzok